Привет! С вами Светлана English Online и сегодня мы разберем задание 26.31 из раздела грамматика и лексика в ЕГЭ. Напомню, что в данном задании нам нужно будет изменить часть речи слов. В первую очередь мы читаем текст целиком, чтобы понять, о чем он. В данном тексте сравнивают между собой образы туриста и путешественника. Теперь за дело. Изменять слова. Глагол enjoy. Во что он должен превратиться? Смотрим по структуре предложения. Пропуск стоит перед существительным time, время, а значит нам нужно прилагательное. Какое время? И наш ответ enjoyable. Далее прилагательное curious. Перед пропуском у нас написано движимый, driven, и предлог by. То есть движимый чем? Нам нужно существительное, curiosity. А не нужно ли ему окончание s? Нет, это абстрактное понятие. Значит, наш ответ – curiosity. Следующее слово – глагол know. A traveler, on the other hand, wanders from place to place, driven by curiosity about everything new and the desire to discover the… Обнаружить что? Значит, нам нужно существительное. Knowledge. А почему тогда the? Какое-то конкретное знание? Нет. А что хочет обнаружить путешественник? Ну, что-то неизвестное. Если перед прилагательным поставить артикль the, то оно может выполнять функцию существительного. Например, poor – бедный, the poor – бедняк. Итак, наш ответ unknown. Далее bore – наводить скуку. The tourist escapes from every day. Турист спасается от чего? Ежедневной скуки. Это легко. Ответ – bottom. Следующее слово – relax. Расслабляться. The tourist escapes from every day. The tourist escapes from every day. And concentrates on getting some… По тексту мы видим, что это должно быть существительное. Концентрируется на достижении чего? Расслабление. И мы пишем relaxation. И последнее слово – permanent. Постоянный. The traveller moves on. Perhaps he doesn't want to stop anywhere. Путешественник движется дальше, потому что, возможно, он не хочет останавливаться где-то. Останавливаться как? Постоянно. На постоянной основе. Нам нужно на речи. Значит, ответ – permanently. Теперь перечитаем текст со всеми словами, которые мы вставили, и убедимся, что все логично и правильно. Видите, все не так сложно. Следуйте алгоритму, который я описала в своих видео и применила в этом задании. И все у вас получится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Пока!